Вот цель у них есть сломить Беларусь, перемолоть ее, сломить и перемолоть Россию. Это бессрочная битва. И речь посполитая и современная, она невозможна без Беларуси, значит, будут биться и за республику. Где формируется главный фейк-мейнстрим? Жесткость в переломные моменты, она спасает миллионы жизней. Международное право скорее мертво там, чем живо. Пока Западу выгодно что-то сделать, он сделает это. Когда ему это будет, он сделает это, нарушив любые нормы. Недаром в свое время Лукашенко говорил, что придут времена, еще дальше до 2020 года, и придет спиной к спине стоять и отстреливаться. Вот они пришли. Лена Георгиевна, во-первых, рада вас видеть здесь у нас. Взаимно. Я очень рада. Я всегда с огромным удовольствием приезжаю на белорусскую землю. Не обязательно в Минск, но Минск это, конечно, жемчужина. Я с восторгом, повторяю, приезжаю всегда на белорусскую землю, поэтому я очень рада в нашей встрече. Поверьте, жемчужин у нас еще много. У вас будет возможность в этом убедиться. Вопрос к вам, как к специалисту по цветным революциям, но не к тому человеку, который делает цветные революции, а который понимает, как они устроены и откуда ноги растут, что называется. В ближайшем обозримом будущем мы к этому явлению, в общем-то, где-то и подпривыкли, во всяком случае, вокруг нас. В государствах, которые для нас важны, есть ли предпосылки для подобных событий в ближайшее время? Юрий, в вашем вопросе две важные темы. Сразу хочу с главной начать, зафиксировать принципиальный момент. Я стараюсь не употреблять все равно понятие цветной революции, потому что революция – это что-то более серьезное, важное, значимое и пахальное даже. То есть это, прежде всего, смена социально-политического порядка. А то, что мы называем цветными революциями, на самом деле является политическими технологиями смены режимов. И, соответственно, эти технологии, они применяются действительно в разных совершенно частях мира. И по постсоветскому пространству они, так скажем, косой прошлись очень хорошо. И, собственно, технологичные трансформации мы и наблюдали на территории Украины несколько раз, в Грузии несколько раз, в Киргизии и так далее. В России в том числе. Что касается нынешней ситуации, то, конечно, угроза политического переворота всегда существует, если есть интересы внешних заказчиков, и у них есть контрагент внутри страны. Но поскольку сама технологичность была придумана прежде всего на Западе, то, конечно, интерес западных игроков здесь очевиден прежде всего. Но среди тех стран, которые сейчас попадают в опасную зону применения политических технологий, может быть, вы удивитесь, я бы назвала не страны постсоветского пространства, а на первом месте под угрозой может оказаться Турция. Ирдоган своей независимой политикой, несмотря на то, что он страна-член НАТО, Турция, несмотря на многие связи, которые существуют между Турцией и западными корпорациями, государствами, отдельными лидерами, Ирдоган все равно раздражает свои независимые позиции по целому ряду вопросов. Я, например, поскольку плотно занимаюсь Балканским регионом, в последнее время именно отслеживаю турецкую внешнюю политику и могу сказать вам на 100%, что то, что он делает на Балканах, не устраивает его западных коллег. Более того, они видят в нем серьезную угрозу с точки зрения выстраивания именно не европейской, не западной парадигмы, повестки и так далее. Это можно как угодно называть, неосманизм, эрдоганизм, но Ирдоган не в западной повестке, он в другой повестке. И что еще его отличает от Запада? Почему против него могут быть использованы те технологии, о которых мы говорим? Две важные вещи. Он за суверенитет Турции, а не за размывание его в наднациональных структурах. Он идет по другому пути, альтернативному тому, который прошли европейские государства. Они утратили свой суверенитет. Нет сегодня фактически ни одного европейского государства, который может быть по степени суверенитета сравним даже с современной Турцией. И второй момент – это традиционные ценности. Та ультраглобалистская повестка, которая сегодня доминирует в западном обществе, она неприемлема для турецкого. Там есть тоже, если вы походите несколько часов по Стамбулу, по торговым центрам или по Анкаре, вы увидите в рекламных плакатах этот флер размывания традиционных ценностей. Но сама основная масса населения это, конечно, пока не приемлет. И в этом смысле Эрдоган для них является защитником того, что пытаются сломать ультраглобалисты. И вот эти два краеугольных камня, которые лежат в основе политики Эрдогана, и что, конечно, не нравится Западу. Поэтому я могу рассматривать в качестве точки приложения технологий Турции. Ну, конечно, здесь еще российский фактор, поскольку идет массированный каток гибридной войны против России, и выжигается поле, ну не то что союзников даже, а лояльно настроенных государств к России, которые могут, скажем, торговать, которые могут создавать площадки для каких-либо переговоров, проектов и так далее. В этом смысле тоже Турция уязвима. Если мы же вернемся к нашему дому, бывшему советскому, то, безусловно, наверное, самым уязвимым местом остается Таджикистан. И это связано и с проблемами в экономическом развитии, и с огромным интересом, который к этому региону проявляют несколько игроков. Если в страновом уровне, это Соединенные Штаты, Китай, Россия, и, конечно, транснациональные корпорации. И вот за Таджикистан в ближайшее время может пойти битва. Нельзя исключать, потому что в России и в Беларуси возможны тоже попытки. Ну вот давайте поговорим о России и Беларуси. Во-первых, мы все знаем, что произошло в Беларуси в 2020 году. Была как раз попытка применения этой самой технологии. Возможен ли реванш? Вот такой цветной, если хотите, если можно его так назвать. Потому что, почему так спрашиваю? Потому что масса людей, которые называли себя политиками в 2020 году, сейчас находятся в сопредельных с нами государствах, в Литве и в Польше. Находятся на очень хорошем содержании, на довольствии. И просто так, мы же понимаем, никто бы их там не кормил. Но их продолжают кормить, и кормить хорошо. Значит, на что-то надеяться. Плюс масло в огонь подлило вот совершенно недавнее заявление, да, уже бывшего замминистра обороны Польши, который говорит, что мы готовимся к вооруженному восстанию Беларуси. Там не оставили эту идею, на мой взгляд? Повторить. Можно к западникам по-разному относиться, но критиковать их, с ними не соглашаться. Но в чем у них можно поучиться, это то, что они никогда не останавливаются на пути к своей цели. Вот цель у них есть сломить Беларусь, перемолоть ее, сломить и перемолоть Россию. А дальше какими способами, какие сроки? Они не ставят, кстати, сроки. Это бессрочная битва. Поэтому профессиональные историки в России, кстати, за рубежом начинают вот эту, скажем, современную битву отсчитывать еще с большой игры, которую Великобритания вела против Российской империи. Может быть, даже и раньше посмотреть можно. Так вот, дело в том, что они от своей идеи не отказываются. И поэтому думать, что если сейчас все, так скажем, более-менее спокойно в республике, там, скажем, или в Российской Федерации, то, в общем-то, и проблема решилась. Нет, она не решилась. И более того, те люди, в которые вы правильно сказали, в которых вложены существенные деньги, это не чемодан без ручки, который вроде бы выбросить жалко. Нет, они нужны. Они будут ждать своего часа. Как, в частности, огромное количество коллаборантов, которые уехали после Великой Отечественной и Второй мировой войны в Канаду, в Латинскую Америку, они ждали своего часа. Они растили своих детей и внуков в той идеологии, которая сейчас оказалась востребована. В частности, на пространстве постсоветском. Речь, в данном случае, не только об Украине идет, да, а вообще вот эти неонацизмы, он оказался крайне живуч. Кстати, и в Европе тоже, поэтому мы и говорим о возможности, скажем, Четвертого рейха. Так вот, получается, что мысли и думы о том, что Белоруссия может вернуться вот в эту лоно западной цивилизации, не оставляет наших контрагентов. Более того, это ведь не даром я сказала про британцев. Это давняя британская игра. Их создание вот такой большой империи, ядром которой будет Польша, это ведь британская игра. И речь посполитой современной, она невозможна без Беларуси. Значит, будут биться и за республику. Будут биться разными способами. Угрожая, я думаю, что, скорее всего, вот эта вот риторика в открытом военном конфликте, она с точки зрения напугать. Кстати, очень, мне кажется, интересный принцип есть. Пугают, когда сами боятся. То есть в данном случае это уже как будто психологическая такая проработка. Это даже от страхов, в первую очередь. Соответственно, но, тем не менее, никто не списывается счетов достаточно эффективную, мощную, модернизированную, в том числе, польскую армию, которую натаскали за все эти годы существования в НАТО американские, британские, французские инструкторы. И вооружение у них действительно хорошее. Но, правда, воины современности показали, что поляки не очень хорошие вояки. Но риторика у них есть и оружие есть, и это надо помнить. Второй важный момент, связанный с тем, что внутри любого общества есть проблемные зоны. И эти проблемные зоны связаны, естественно, с самым, наверное, главным, что формирует личность, процессами воспитания. И поэтому мне, например, глубоко обидно и больно, когда я видела процессы, которые происходили и в России, и в Беларуси, и на Украине, и в других странах. Когда перелицовывалась, фальсифицировалась история. Когда были допущены в систему образования и воспитания западные неправительственные организации. Когда внедрялись совершенно другие смыслы. Причем очень тонко передергивалось отношение между народами нашей огромной и великой страны. в великой своей истории, в своей культуре единения. Потому что, ну, я не знаю, как вот можно вырвать песниров из, скажем, моей культуры. Хотя, скажем, я живу в России, да, песниры сформировались в Беларуси. Но это симбиоз фантастической советской культуры, основанной на российских и белорусских корнях традиционных. И таких примеров ведь много. Можно еще вспомнить, что Мулявин-то из Екатеринбурга. Да, и как вот это вырвать можно, да. Но делалось это все очень тонко. И сейчас, кстати, тоже продолжается. Потому что процессы по разрушению изнутри России, они ведутся. И активно направляются, опять же, политтехнологами. Поэтому внутри общества есть. Знаете, в свое время в сказке о мальчишке-бальчишке Гайдар писал, вроде бы все хорошо, но что-то нехорошо. Вот мы гуляем по улицам белорусских городов, удивляемся вот этой чистоте, порядку, ухоженности, светлым, добрым лицам. Вроде бы все хорошо. Но что-то может быть нехорошо, потому что есть какие-то элементы, которые мы сразу не видим, да, но которые работают в тесной связке, там, скажем, с людьми с той стороны, да, и которые ждут своего часа. Повторюсь, в любом обществе это может быть, потому что был заложен хороший фундамент. Важно понимать механизм, как это работает, тогда с этим, собственно, проще противодействовать. Да, и опять же, разные социальные группы есть. Одно дело, там, скажем, это люди средних лет, другое дело, это молодые люди, там, до 20 лет. Третья категория, это подростки 14-16, а дети. И на всех уровнях наши контрагенты очень активно работают. Не знаю, как в Беларуси, но в России детского кино, например, нет вообще, как явления, да, которое могло бы формировать отношение человека к себе, к другим, к животным, к стране. А какой был блестящий тот же советский детский именно кинематограф. Научно-популярный кинематограф. Есть тоже, можно сказать, о мультипликации. Если мы говорим о современных детях, которые, прежде всего, воспринимают картинку, да, им, конечно, сложно прочитать сейчас большие тексты, но хотя бы нужно эмоционально их завлечь. Вот в этом проблема, мне кажется. Но если мы этим озаботимся, то, соответственно, мы будем в правильном направлении выстраивать свою позицию. Потому что внешняя политика, там, скажем, крупные политические акторы, это одно дело. Но надо работать и внутри собственного общества. В обществе российском важное политическое событие фактически уже на носу. В марте 2024 года должны состояться президентские выборы. Ну и всегда перед такими событиями те самые люди, которые занимаются политтехнологиями, активизируются, причем с обеих сторон. К чему должно быть готово российское общество в первую очередь? Должно быть готово ко всему, к любым развитием ситуации. Начиная от суперагрессивного воздействия, который мы наблюдали недавно, в частности, в Белгородской области и заканчивая Черноморским флотом и так далее. Любая агрессия возможна, это не стоит исключить. И в то же время, я это, так скажем, очень боюсь, но это вполне возможно, потому что понимаю, в каких условиях мы живем. Это предприняты какие-либо диверсионные акты террористические внутри страны. Это вот самый такой один полюс. Другой полюс – это медленное, упорное, хитрое раскачивание ситуации, которое уже, в принципе, началось. Когда задаются, вот такие делаются вбросы по поводу того, что каждый народ России, он кузнец своей судьбы. И вот, соответственно, вы должны строить свою судьбу сами. А зачем вам этот Кремль нужен? Вы можете ведь и без него обойтись. То есть такая вот очередная большая порция негатива в отношении между народами. Собственно, на этом принципе ведь и разрушился Советский Союз, когда многие республики вдруг решили, что они без России хорошо проживут. И мы видим, как эти республики сегодня живут. Ну, за исключением двух-трех сложно назвать, что они живут-то хорошо. Самые яркие примеры, там, ну, я не знаю, по-моему, самая беднейшая республика на постсоветском пространстве – это Молдова, да? Ну, вот потом идет Киргизия, там Грузия, а про Украину уже и говорить нечего. Хотя была вторая после России богатейшая республика. Так вот, начинается это в России. Вот вы такие, вы хорошие, вы классные, а зачем вам, там, скажем, Москва? Следующий момент – негатив в отношении, там, скажем, власти, которая создала, ну, сложную ситуацию в стране, санкции. У кого-то бизнес полетел, да? Кто-то вынужден был уехать, потому что испугался, да? Кто-то вынужден был уехать, потому что бизнес его туда переместился и так далее. Да, много причин, несогласий. Но вот это будет тоже муссироваться, дебатироваться обязательно. Кроме того, существует множество неконтролируемых средств массовой информации, которые, по сути дела, разгоняют психозы. И сейчас российское общество, особенно это началось, кстати, после белорусского кризиса августа, там, сентября 2020 года, телеграм-каналы стали главной площадкой общения для гражданского общества, и российское общество сейчас переживает вот этот телеграм-бум. Они уже не доверяют значительной степени информации по официальным каналам, а доверяют телеграмам. Где формируется главный фейк-мейнстрим, да? Где формируются все психозы, которые выражаются в телеграме. Где самая база мощная для мошенничества откровенного, связанная с финансами, например, с, скажем, спаразитирования на здоровье, на материальном благополучии. Это тоже будет делаться, это тоже будет активизироваться. И в данном случае речь идет, конечно, о том, что нужно разговаривать с людьми. И опять же, используя опыт Беларуси, как вы готовили конституционное собрание, как вы объясняли людям, что есть золото, что есть головешки, да? Общение с людьми напрямую на предприятиях, в школах, в учреждениях. Не только местными силами, но силами, вот так скажем, ну хотите, агитбригад. Ну хотя, это не совсем даже агитбригады. Это же как назвать? Это не совсем агитбригады. Это люди, которые объясняют, размышляют вместе, я бы так сказала. То есть не предлагают точку зрения свою только, а именно размышляют и даже задаются вопросами одинаковыми и пытаются вместе с людьми найти ответы на них. Вот такая форма, она крайне оказалась эффективной. Но Россия, понимаете, Россия большая страна. И здесь очень много зависит от руководства региона. Как все-таки, кто в доме хозяин, да, в этом... Я плохо представляю, как из Москвы разыслать, например, ну неважно, как это называется, агитбригады или там толмачей вот этих вот, да? По всей России это невозможно. Нет, конечно, это должны быть местные активы. Но я вот знаю, что, например, очень активно разъяснительная работа власти ведется в Ашкирии, например. У меня много коллег, я давно еще там с 12-го года взаимодействую с этим регионом, и хорошо знаю, что у них это славно получается. И может быть, там, скажем, этот опыт масштабировать. В других регионах тоже, например, на Дальнем Востоке множество примеров. Но вот это вот необходимо. То есть вызовы будут, но главное, чтобы был некий стержневой вектор развития определен, да? Должна быть политическая воля для пресечения любых самых крайних проявлений, причем жесткого пресечения, в том числе, скажем, в публичном пространстве и так далее. Вот именно такая вот жесткость власти, она многими критикуется, да? Ну что же, за каждое слово, что ли, будете, там, скажем, агентом объявлять? Нет. Дело в том, что жесткость в переломные моменты, она спасает миллионы жизней. И поэтому российская власть долгие годы, например, была, наоборот, очень лояльна и мягка к проявлению негосударственной позиции, да? К проявлению суперснисходительности к западу. Вот это все, да, имело место. Время мягких решений прошло. Мы, к сожалению, живем в очень сложное время. К этому подтолкнуло именно СВО? Вы знаете, многие процессы запустило СВО. Да, вот это очень даже показательно, что пятая колонна вскрылась в момент СВО. Многие, мы даже не знали, что эти люди оказываются носителями совсем других взглядов и позиций. И многие из такого рода людей говорят, да мы боремся не с Россией, мы боремся с режимом. Вот им хочется сказать, если что, то не режим предают, а предают Родину. Всегда, чтобы не говорили, в любых условиях предают Родину. И никогда нельзя доверять любым посолам людей с той стороны. То есть Западу никогда нельзя верить. Гитлер, когда шел сюда, он тоже говорил, мы не воюем против вас, товарищи советские граждане. Мы воюем против кого? Против коммунистов и жидов, да? Вот помогайте нам. Да. Никто не предаем. Здесь очень важные такие вот моменты, переломные мы переживаем. Но перелом-то это начался не сегодня. Вы как-то говорили о войне в Боснии. 92-95 года. Мало кто помнит вообще, что она там была, на самом деле, но она была. И достаточно кровавой. И тогда вы говорили о том, что вот это как раз первый такой конфликт, который запустил разграбление вот этой вот советской социалистической системы, которая так или иначе базировалась на Советском Союзе, но и была окружена, скажем так, союзниками. Какие уроки из того конфликта не смогли извлечь, что мы имеем сейчас то, что имеем? Да. Из тех событий, скажем так. Если мы внимательно смотрели на балканский опыт, такое геополитическое зеркало для России, то, наверное, многих вещей бы и не было сейчас. Не сделали главных уроков. Кстати, Милошевич их тоже не сделал в ходе Боснийской войны. И потом оказался в Гааге и, по мнению ряда авторитетных экспертов, фактически был убит там, поскольку не было ему оказано медицинской помощи. Западу никогда нельзя верить. Верить Западу никогда нельзя ни при каких обстоятельствах. А он поверил, поставив свою подпись под Дейтенскими соглашениями, он думал, что война закончится за сербские земли, она закончится на границах Боснии и Герцеговины, вернее, республики сербской. А, между прочим, сейчас уже многие данные раскрыты, и у меня, кстати, еще с 95-го года есть карта, которую наши, скажем, спецслужбы получили от американских коллег, где зона Косово уже находилась в отдельной границах. То есть они, подписывая Дейтенске соглашение в 95-м году, они уже знали, что они будут решать вопрос, как они говорят, Косово, через отделение. Кстати, ничего не напоминает, когда подписи западные лидеры ставили под Минскими соглашениями, они уже знали, что они их не будут выполнять. Значит, первое главное правило, никогда не верить Западу. Второе важное правило, которое тоже не было выучено, это никогда не пускать западные структуры в свое общество. Что значит не пускать? Мы в начале передачи говорили о том, что было очень много западных НПО, проектов, программ, связанных с воспитанием, образованием, с шоу-бизнесом, с кинематографом и так далее. То есть фактически вот та пресловутая мягкая сила, которую Запад смог расположить к себе постсоветское пространство и постсоциалистическое, вот оно сработало. Запущены были все процессы, начиная от реформы образования и заканчивая реформой средств массовой информации, без вот этой идеологичности. Кстати, вот в Конституции, ведь написано Белоруссии, в стране действует идеология белорусского государства, белорусского государства, да? Соответственно, а в чем это за идеология? В суверенитете, да? А суверенитет – понятие, которое касается всех сфер жизни. Вот не пускать вот в суверенные права чужих, которые несут свои ценности. Третий важный момент – это неолиберальные реформы, связанные с переформатированием экономики и социальных отношений. В Сербии до последнего, тогда еще Союзная Республика Югославия держалась, если говорить про Балканы, на Балканском полуострове, за сохранение вот этой социальной модели экономики, то есть когда есть и частные, и государственные, но когда государственные предприятия, они имеют значительный социальный сегмент, включая там лагеря отдыха, поликлиники, заводские столовые и так далее, да? И вот эта вот собственность, она принадлежит государству, прежде всего, ну, предприятиям, как ячейки государства в данном случае. Так вот, это же тоже было все порушено. И, в частности, многие процессы, которые вскрылись в ходе СВО, были запущены именно в ходе неолиберальных реформ. То есть многие предприятия либо были уничтожены, разрушены, либо перешли в частные руки, которые не всегда хотят выполнять государственный заказ, например. Там могут откровенно саботировать этот процесс и так далее. Опять же, возвращаясь к опыту Белоруссии, здесь произошло сохранение прочного фундамента и модернизация в условиях современного мира, современной мировой системы экономики. И, конечно, финансовый аспект. Ты суверенен, пока у тебя есть своя финансовая ниша. Безусловно, ты все равно включен в наднациональные, в транснациональные процессы. Но есть вот та стена, в которую ты можешь упереться. Вот тот фундамент, который тебе не позволяет поехать. Вот этих, мне кажется, выводов на тот момент не было сделано. Сейчас это уже, конечно, другой вариант. Поэтому очень часто вспоминается балканский опыт. Вот вы сказали о том, что западу нельзя верить. И очень много примеров тому. Но как тогда вообще выстраивать отношения? Вот само понятие международное право, которому до сих пор многие апеллируют. Вообще это понятие, оно живое еще? Если перефразировать известную фразу, то международное право скорее мертво, чем живо. Пациент скорее мертв, чем жив. Но сам запад, конечно, и похоронил международное право. Оно вообще было очень эффективным инструментом регулирования международных отношений, когда существовали... Но какое-то же все равно нужно, все равно нужны какие-то правила игры для всех. Когда существовало полюс усилы, оно тогда вообще очень эффективно. И когда есть полюс усилы, то даже слабым можно решать свои проблемы, свои задачи, апеллируя то к одному полюс усилы, то к другому. И даже, может быть, используя их противоречия. Так обычно, например, Югославия, Титовская, она так, собственно, и процветала. Что касается нынешней ситуации, которая выросла из того, что уже одного полюса сил нет, мы видим, что сейчас возревают новые полюсы. И одним из таковых может стать Китай, может быть, это союз будет Россия и Китай. Но это пока еще процесс идет. Конечно, вы совершенно правы в том, что даже в условиях хаоса, разбалансировки мировой системы, все равно международные... Или какие-то нормы, хорошо, не будем называть это право, нормы согласования интересов должны быть. И они работают в ряде случаев. Но единственный момент всегда, пока Западу выгодно что-то сделать, он сделает это. Когда ему это выгодно, он сделает это, нарушив любые нормы. Но сделает это очень красиво. Получается тогда как? Очень красиво сделать. Да, нормы есть, но они, мы все понимаем, что все равно в нужный момент они все равно не будут работать. Вы знаете, да, вот смотрите, есть такой казус, как пробирка Пауэлла. Вот они решили уничтожить Ирак. Не смести не только режим Хусейна, а уничтожить Ирак как государство, которое было самодостаточным, очень эффективным на свое время на Ближнем Востоке. При всех минусах вот этой жесткости этого режима, который там существовал. Что они сделали? Они придумали того, чего нет. И всех поразила вот эта вот дерзость, наглость. Вообще, на самом деле, задуматься, как можно на площадку ООН было прийти с химическим оружием, если в пробирке действительно было химоружие. Конечно, его там не было. Но вот так красиво задурить всему миру голову, что все согласились на нарушение норм международного права. То же самое там про геноцид боснийских мусульман, которого не было, там про уничтожение албанцев, которых не было, и таких примеров множество. Но вот мне кажется, в такой ситуации нам нужно тоже научиться использовать пробирку Павла в кавычках. То есть иметь такие, как бы что ли, рычаги воздействия на общественное мнение Запада. Может быть, даже какие-то и придумывать. И раз такая игра пошла, она нечестная игра, карты крапленные. Если мы будем играть только честными картами, то получается, мы всегда будем в проигрыше. Это подход плохой, иезуитский. Он не наш, да? Он не наш. Но что же делать, если против нас такой коварный враг играет? Если мы собираемся с ним идти в рукопашный бой и проверять силу, кто сильнее, а он достает револьвер и стреляет, разве это международное право? Нет. Поэтому, соответственно, нужно выстраивать, во-первых, искать свои площадки, выстраивать свое поле деятельности. Во-вторых, там, где нужно нанести ущерб нашему заклятому противнику, все средства хороши. Ну вот о своих площадках. Не так давно собрались лидеры Евразийского экономического союза. Давно такого не было, по-моему. Во-первых, такого единодушия во взглядах. Плюс приветствие Си Цзиньпина. Да, роль внешних участников. Да, и не только его. Ну и вот идея, например, Александра Лукашенко, когда сейчас же все участвуют в каких-то там международных организациях, там, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, наш ЕАЭС. И вот он предложил, чтобы как-то скоординироваться и создать общую коалицию. Да, при всех массах противоречий, мы понимаем какое-то количество государств с разными политическими строями, с разными религиями, с разными взглядами на будущее, на прошлое и на настоящее. Но есть что-то, что их может объединить, на мой взгляд. Да, это интеграция интеграционных проектов или интеграция интеграционных структур, которые объединяют действительно разные страны и народы. Конечно, есть. И мы, кстати, упомянули вот эти вот объединительные моменты, которые отличают политику Турции от Запада. Все эти страны, которые входят, повторяемся, да, с разными режимными характеристиками, экономическими, социальными, культурными, в эти проекты, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. А я бы еще сюда добавил. Лигу Арабских государств, ОСЕАН. Да, да, да. Это вообще так. Здесь можно. Они могут быть заинтересованы, опять же, в двух вещах. Это сохранение своего суверенитета или выстраивание своих суверенных прав, потому что многие страны, которые там, в ОСЕАН, например, они тоже суверенитеты лишены. Но костяк, ШОС, ЕАЭС – это страны, в общем-то, обладающие суверенитетом. И сохранение традиционных ценностей. И что еще? Когда мы говорим о традиционных ценностях, это не только про семью, про мужчину и женщину. Это еще про то, чтобы сохранить себя человеком с большой буквы. Не биороботом, не биомассой стать, а именно человеком. Потому что все идеи ультраглобалистов последних лет, они направлены на то, чтобы человека не завести до легкоуправляемого технологического винтика, но вот носителя некой биомассы. На это направлены все. И пищевая реформа, и сексуальная, и эмоциональная, и культурная, если можно это назвать реформами. Вот представитель этих стран, выступая за традиционность сохранения человека, они как раз объединяются. Вот это очень важно. Это может стать очень важной интегрирующей площадкой. А когда мы говорим суверенитет, это ведь экономические и торговые отношения. Это перемещение рабочей силы с точки зрения заинтересованности конкретных государств. Это выстраивание валютно-кредитной системы, денежной системы и так далее. Это возможность спорта совершенно нового уровня. Понятно дело, что Олимпийские игры, которые замыслил в свое время Кубертен, уже давно могут быть перечеркнуты, потому что политика просто убила их. Сначала это было убийство экономическое, когда Олимпийские игры стали таким важным способом зарабатывания денег, а теперь политика их убила. Нужны новые площадки. И, соответственно, именно страны этих групп могут создавать эту возможность, они могут ее реализовывать. Благо, что и в Беларуси, и в России огромное количество спортивных сооружений, способов, взаимодействия много. И эта повестка разветвленная. Но нужно, чтобы это все не распылилось, не ушло в слова. Нужно, чтобы кто-то координировал это. И вот с моей точки зрения, поскольку у России очень много сейчас других дел, мне кажется, идеальным координатором, который умеет это делать, была бы Беларусь. Мне бы очень хотелось, чтобы она стала таким инициатором проектов, планов. Может, и не случайно, именно Лукашенко преображал эту идею. Да, да, да. Тем более инициатива на каждом. Нет, ну мы же знаем, что политики говорят вслух уже после того, как, ну особенно прагматичные политики, уже после того, как есть какие-то более предварительные проработки. Это не просто выстрел в воздух. В этом процессе будущего, вот роль нашего союза Беларуси и России. Помните, буквально несколько лет назад активно в России, особенно в России, многие политологи, которые уехали сейчас за границу, говорили о том, а зачем нужно союзное государство? Это бессмысленный мертвого рожденный ребенок. А ситуация 2020 года, потом 2022, и нынешнее показало, что именно союзное государство стало основой выживания наших стран кризисные критические моменты. И действительно, это уникальный проект в том, что не потому, что два братских народа в нем соединены, имеющие общую культуру и социально-экономические связи, не только в этом, а то, что это государство было задумано, сохранилось и выстояло в суперразгромные годы. Ведь когда, наоборот, полная дезинтеграция происходила, и уникальность этого образования заключалась в том, что сначала оно действительно было аморфное, чисто на бумаге, но оно существовало, и волей тех людей, которые в нем были включены, в нем работали, оно поддерживалось вот это дыхание, которое оказалось необходимым в кризисный момент. Мне эта ситуация напоминает, в России был один человек, который ежегодно расчищал от снега заброшенный аэродром. Я сейчас не помню, под каким это городом. И он каждый год, день за дня, зимой чистил аэродром от снега. И однажды туда прилетел самолет, который терпел крушение. И он, имея, увидев эту полосу, он сел, и никто не погиб. И вот союзное государство в конце долгих годов существовало, как бы вот, как запасной аэродром. И вот сейчас оно понадобилось. И вот у них, значит, оно нужно, реально, даже как-то метафизически оно необходимо. А сейчас это действительно мощнейший такой вот экономический, социальный блок, военный, технический. То есть мы вместе, а это уже много значит в нынешних условиях. Огромная Россия с оружием, с новыми, новейшими технологиями, с многонациональным народом. И Беларусь со своими уникальными проектами, социальной моделью государства, реально социального государства. Безусловно, так скажем, какие-то плюсы, сохраненные из советского опыта, не растерянные. Это фантастическое дополнение. И нам без Беларуси, говорит, там можно услышать такие плохие голоса, что типа, да что Россия без Беларуси справилась? Нет, мы бы не справились. Недаром в свое время Лукашенко говорил, что придут времена, еще даже до 20-го года, и придет спиной к спине стоять и отстреливаться. Вот они пришли. И я бы очень хотела пожелать терпения, мужества и мудрости белорусскому народу, не допустить больше никаких ошибок и сохранять главное то, что у вас есть. Приумножить всегда можно, но сначала нужно сохранить. А в этом сохранении необходимо и поддержание дружеских отношений с Россией, сохранение действительно работающих механизмов, институтов, союзного государства. А выжить в это трудное время мы можем только вместе. И не просто сохранение уже, если говорить о институтах союзного государства, вот их надо развивать. Развивать, причем по всем направлениям и люди, люди скажут за это спасибо. И белорусы, и россияне, хотя как это делить, я не знаю. Но хорошо, граждане Белоруссии и граждане России, а в общем граждане союзного государства. И вот чтобы гражданин союзного государства звучало в полной силе, как когда-то звучало гражданин, может быть, Советского Союза, пусть никто не усмотрит лишнего в этом сравнении. Да, величие, величие страны. Да, это люди оценят, я уверен. И оценят внешние наши и друзья, и недоброжелатели тоже поймут. Спасибо вам, Лена Георгиевна, за этот разговор. Всех благ. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok